Всем привет! Вы на канале Компьютерная Технология. Сегодня у меня обзор очередной ноутбук от фирмы Lenovo. Наверное, самый большой ноутбук мне приходит именно от таких ноутбуков, так как данные ноутбуки, у них более-менее широкая линейка и была цена-качество. В данном случае у нас Lenovo модель Z570. Это скорее всего Z570 именно корпус. Было немного модификацией. Ноутбук идет с верхним шлифованным алюминием, такой цвет фиолетового. Серебристый, какой-то цвет похожий. Такой красивый значок Lenovo. Так, это у нас крышечка идет, такая алюминиевая вставка, скорее всего, что, наверное, пластиковый вот этот кусочек. Кому-то, в принципе, нравится такой вариант ноутбука, таким с округленными краями. Если, например, у вас нету заземления в розеточке, то вы можете нормально себе делать электрофорез бесплатный с помощью этого ноутбука. Споку в сзади у нас еще такого. Здесь у нас идет глянцевая вставка пластиковая с креплением и самой матрицы, крышки. И нижняя часть идет с матового пластика. Такой разнообразный дизайнчик. Справа у нас вход по гарнитуру, наушники, следующий у нас микрофон, USB 2.0, 1А, привод DVD-RV, следующий USB 2.0, за ним следующий Ethernet. Заметим, в данном ноутбуке их почти три штуки, что может быть не радовать этого. В принципе, может быть и радовать. На некоторых ноутбуках их такого размера форофактора, в основном, три идет. Спереди мы имеем, что? У нас слот под картридер. За ним есть качелька включения Wi-Fi, удобно, в принципе, механическая. За ним по центру у нас сидит индикация с таким вагином, индикация. Заметим, диоды очень тускло светятся в данном ноутбуке, их практически незаметно. Может, с одной стороны это хорошо, с другой стороны не совсем хорошо, не совсем видно. Кому-то может мешать, кому-то нет. Так что тут типа такой дизайнчик. В коллеге мы на работе есть похожий, ну, такой же самый ноутбук, но только первая модификация, это уже более такая новая. Вот, ушла модификация. Ну, в принципе, очень довольны этим ноутбуком, хотя дальше я вам расскажу, что в этом ноутбуке есть еще и недостатки, можно сказать. Тут четыре диода индикации. Первое включение Wi-Fi, то есть включаете Wi-Fi, и это удовольствоверяется лампочка, потому что есть Wi-Fi. Следующий у нас заряд идет аккумулятором, индикация, за ним идет подключение питания, если вы подключили внешний блок после него, и самой спереди идет подключение тачпада. Это тоже удобная штука, что можно, в принципе, видеть, особо не знаю, как оно там будет видно, но есть такой нюанс. Затем еще очень такая неплохая, можно сказать, штука, удобная. Это у нас включение дополнительной дискретной графики. Это тоже рычажок включения у нас, если у нас тут светится индикация, значит, у нас режим работает двойной графики. Если у нас эта индикация не светится, значит, у нас только работает встроенный графиковый процесс. Хороший плюс, я считаю, для данного ноутбука. Это тоже неплохой вариант. Затем справа у нас, тут уже немного поработали с клубцами, наверное, скорее всего. Так, у нас здесь еще один USB 2.0. За ним USB 2.0 спаренный с Yasato, так что вы можете этот разъем также подключать USB-ку. Популярный такой вариант. Заметим, в данном ноутбуке нет USB 3.0, так как ноутбук где-то примерно 2011-2012 год. И в этой модели он был, скорее всего, не предусмотрен. Хотя уже могли, второго поколения, уже процесс решили. Ну, либо поставить сюда USB 3.0. Пока у нас тут 2.0. За ним идет HDMI-ка, выход на внешний монитор, экран, телевизор. Затем идет стандартная VGA-шка. Потом идет решетка охлаждения. Решетка охлаждения только с одной стороны. Не помешала бы, конечно, бы с другой стороны, так как у нас здесь дискретная видеокарта с процессором вместе прилично греется. И тут уже, хлопцы, постарались сделать дополнительную такую вентиляцию. Думаю, еще мало прогоняет воздух. Хотя есть в данном ноутбуке такая проблема даже была. Но уже ее решили практически. Затем идет у нас подключение питания, блока питания. Центральный у нас плюс. После идет уже замок Kingstone. То есть Kingstone защитный противоугоночкой. Так, с нижней части смотрим, что у нас. Сделано очень правильно и, мне кажется, удобно. Это тоже я считаю плюсом данного ноутбука. Так что у нас есть отдельная крышка, которая дает нам доступ и к винчестеру, и к оперативной памяти, и к чистке вентиляции. То есть вентилятора самого кулера. Также можете заменить даже пробрейдинг процессор, не нося его в какой-то сервисный центр. Это я считаю плюс. Сзади дальше мы видим батарейка. Модель даже тут Lenovo IdeaPad Z570. Модель Name 6200-095 на китайском. Дата 2012 год. Вот тут про то, что я говорил. Это уже более новая модификация. Первая модификация шла на GeForce 5-й серии. Эта модификация уже шла на GeForce 6-й серии. То есть первая шла в 2011 году. Вторая уже шла в 2012 году. Ленович посчитали, что был более такой хороший корпус. Но хотя отзывы людей из сервисного центра считают, что это не очень такой однократный. Не знаю, как кому, но может на то время более-менее пылаться на качестве. У нас входящий 20 вольт стандартно для Lenovo 4,5 ампера. То есть витойный имеет примерно где-то 90. Вот. Зарядочка у нас стандартная Lenovo такая удлиненная. Здесь без индикатора, что мы имеем на входе. У нас 120 вольт 4,5 ампера. Кусик носки. Это уже на выходе. Уходящий на 100 на 240, 1,5 ампера стандартной характеристики. Заметим вентиляционную такому перфорацию. В стиле, в китайском стиле. Такой типа аэрографа. Вентиляция это хорошо, но есть такой нюанс. Даже, скорее всего, не в этом ноутбуке, а вообще в всех ноутбуках. Что если, например, у вас потерялись ножки, желательно их уже найти хотя бы замену. Придумать какую-то резину, приклеить сюда, замесить ног. Если вы не можете найти оригинальные ножки. В данном ноутбуке осталась всего лишь одна ножка. И тут нам нужно что-то мудрить. Вот так как если вы поставите тупо ноутбук на стол, у вас зазор между вентиляционными решеточками практически не будет. Хотя если немного такой выявив, немного будет эта часть как бы вроде как вентилироваться. Но надо, нужно больше под вентилятор самой главный курер. Затем мы имеем тут у нас правильный открыт, как открывать у нас батарею. Если у нас тут красная индикация, ну типа защелочка, значит батарею можно уже снять. То есть подсунули сюда и подсунули сюда. Если у нас вот защелочка черненькая с этой стороны, значит батарею уже никак не снимите. Вот такой нюансик есть. Снимаем батареечку. Батареечка такая плоская, удлиненная такая. Вариантик у нас тут 48 часов, 4400 мАч, 10,8 Вольт. Стандартная такая батареечка, 2012 год, третий месяц. Родная батарейка, довольно еще, еще такой плюс у Lenovo есть программа, очень такая хорошая программа, которая не выбивает батарею. Если в ней этой программой пользоваться, если вы даже в Windows перестановили, желательно найти такой софт, того, чтобы продлить службу данного аккумулятора. Так как данный аккумулятор уже пришло приличных. Скоро будет 6 лет данному ноутбуку. И батарея довольно-таки практически не износа. Это минимально где-то 13% из 100. И это большой плюс. Модель батареечки L09S6Y02. Если кому-то будет интересно, вот такая вот моделька. Есть такая проблема данного ноутбука. Сейчас я расскажу. В процессе не помню точно. Вроде бы как бы ремонтировался ноутбук или не ремонтировался. Точно не помню. Но есть такой нюанс, что тут была замена процессора. Дальше расскажу. Но для начала я вам скажу, что вот что мы имеем. Теперь сверху, снизу мы имеем такой шлифованный вариант. Внутри мы имеем пластик такой глянцевый, в который матрица у нас идет глянцево. Скорее всего, что Samsung Lenovo ставит. Ну, вроде как бы неплохая матрица. Сверху мы имеем веб-камеру, индикация и обключение веб-камеры. Микрофона здесь нет. Микрофон выводен в этой части, ниже Ctrl, не совсем удобно. Если вы играете, вы просто будете закрывать вот с собой микрофон, и вас никто не будет слышать. Для того, нужно будет подключать гарнитуру с правой части. Снизу у нас модель Z570, резиновые такие прокладочки, минулого значок. Здесь у нас тоже алюминий, вот это шлифованный, и вот это, что я вам в электрофорез бесплатный. Если это все металлические, с одной стороны, это все красиво и классно, но по ощущениям, всем понравится. Довольно неплохие такие динамики. И, кстати, такая же модель, похожая, была установлена с динамиками JBL, так что более такими нормальными. Ну и здесь, в принципе, неплохой звук в данном ноутбуке, если установить родной софт. Включение клавиши, клавиши Recovery, индикация у нас, Caps Lock, Num Lock и работа винчестера. Очень маленькие диоды, их критически не видно. Дальше у нас, типа сенсорные такие клавиши, идут, отключение громкости, меньше громкости, больше громкости мультимедийная клавиша, которая запускает какое-то приложение, которое вы настроите в софте. Затем идет еще клавиша типа сна. Можете нажать, и она периодически нагадывает, если на MacBook, например, вы ничего не делаете, и она, индикация моргает. Вот светленький, что нажмите на эту клавишу, если вы ничем не занимаетесь, то он не будет. Хотя есть софт, стандартный Windows, уже имеет такую функцию, что может, в принципе, делать это все без вас и без всяких кнопочек. Островная клавиатура Lenovo, такая популярная Lenovoская клавиатура. Мне, в принципе, она нравится. С Lenovo очень такая, довольно-таки удобная клавиатура. Функциональные клавиши здесь на включение и отключение камеры, сон, отключение экрана, дальше перевод на внешний монитор, еще какая-то похожая интересная клавиша, дублирование какое-то, включение, выключение Wi-Fi, дублируется в механической, такой вариант, включение тачпада. Так, следующий у нас есть клавиша, через FN-ку, не забываем, эта клавиша работает, включение, play, pause, stop, следующий трек, предыдущий трек, screen roll, пауза, break, еще дополнительная регулировка громкости, больше и меньше, хрестик, яркости, больше и меньше, ну, в принципе, вот такие, национал. Внизу у нас большой тачпад, такой, одна клавиша, с прокруткой, указывается полоса. Ну, и тут все, здесь вот наклеечка, стояла Core i3, GeForce Cuda, без Cuda, 630, но тут не пишется, какая видеокарта, стоит третий процессор, стоял в процессе, какого-то там, не помню, ремонта, или что-то все-таки в этом ноутбуке менялось, но точно не помню, это было уже больше года назад, ну, вот и есть такая функция, с виду вроде неплохой, корпус все такой красивый, но и то, и даже этот ноутбук ломается. Здесь у нас калькуляторная клавиатура, удобно, что в таком ноутбуке, в принципе, вести ли, калькуляторная клавиатура, так что вы можете себе работать, считать, какой-то бывалтерские дела, поменяли здесь и третью на и пятый, второго поколения, и процессе того, что можно подумать, что старый охват, есть уже немного тут шат, вот петли тут непонятно, потому что потерялось несколько винтов, вот здесь, которые, по идее, должны держать верхнюю крышку, и в процессе, возможно, из-за этого все, в принципе, не перестало работать нормально. Попробуем разобраться, в чем проблема, сейчас я очень много скручивать это все дело, и думаю, что мы исправим эту ломку, в процессе того, как поменяли процессор, возможно, такое, что старая трубка, то есть, охлаждение, не будет справляться с таким вариантом, не знаю, чем все связано, либо эта трубка вышла в хаду, которая отводит тепло, по самому, на руки, здесь, по идее, поставили другую трубочку, немного грубее, но это стояло совсем еще и бывает, и в процессе этого, так, что у нас еще такое, какая-то влага здесь была, или что, что-то, интересно, да, вот такой тут тепловотулот идет, или это просто, утерлась между пластмасса, с этим, здесь у нас видно, батареечка, дополнка памяти, то есть, работает одноканальный режим, в данном ноутбуке, желательно было, конечно, сделать, лучше, ну, вышло так, винчестер, вы можете, в принципе, поменять, на связи, вот, открутить, и вот, можно привод вытянуть, ну, вайфайка, и все, в принципе, здесь у нас процессор находится, за ним вот, чипсет, а здесь у нас сама видеокарта, 630, так, крепится воно все, в принципе, да, я попробую, конечно, не знаю, чем у меня выйдет, раскрутить это все дело, посмотри, в чем же проблема, чему там петли штать, если это проблема, с, ну, с самим, прикрепления, которые, какие-то уже сломаны, это, конечно, вот уже плохо будет, что у вас такая работа штуковая, что, так, снизу винт, очень мелкие, не третились, давайте не потерять, дощелось, как-нибудь, у нас здесь кушаба, не видно, 500 гб, 4 гигового планочка, и, по идее, это еще что-то должно быть, так, покрылок, начнем раскручивать винты, я тут заметил, такую штуку, разная длина винтов, и под приводом, как всегда, есть спрятанные еще, наверное, три винтика, которые держат, по идее, верхнюю крышу, сейчас я это все, в общем-то, я смотрю, там, конечно, это все сломано, я даже не знаю, это уже нехорошо, нужно сам корпус найти, думаю, это не проблема, но копеечку хорошую может прийти, какая-то там, четвертая, стоимости самого наоблока, давайте, будем дальше смотреть, что-то, мы готовы, я отвечаю, вот какой винт, такой вообще не видел, просто какой-то космический винт, что я сюда припулю, здесь у нас тоже был винтик, вот такие сопрятанные мелкие, цепляется, здесь я, типа, тоже был, я раскручу сразу, еще один винный винт, вот, как будто, клавиатура держит, вот почему-то все повылетали, вот тут есть такая проблема, если у вас в ноутбуке вылетает винт, значит, уже, уже ищите замену, то есть, ищите винт, который здесь стоял, если, если не поставить винт, то может быть такое, что потом процессе, просто, просто, развалится ноутбук, поломайте внутреннее крепление, еще один винт, еще один винт, по клавиатурам, так, еще один винт клавиатурный, нам надо все, какие-то винтики, все, и я у нас еще, не вижу, в принципе, больше, все это выключу, там есть винт, где-то там внутри, захлывался, так, так, еще у нас все, как вида, что, не поломать еще, вкладочка, так, только это все дело отключило, у нас, в основном, чубиклава сама не вылетает, с этой всего дела, так, открутили у нас клавиатурку, открутили, валик на раперку, так, здесь мы видим, подключение, индикация, скорее всего, подключим ее, чтобы она держалась, потом подключение touchpad, здесь у нас еще, надо дополнительное, само включение, с ноутбука, затем у нас, мультивидейные клавиши, так, винты у нас, у нас один винт, что это, как раз случилось, вот, среди винт, один, была пломба, линолоска, тоже среди винт, все, внутри у нас, два винта, больше не верю, сейчас попробуем, это все, корпус разбирать, есть, решили, коричка снялась, удобно, ну, а здесь вот, есть проблема, одна проблема, и вторая, у нас крепление, с собой, плата, если уже, попалилась, немного попылесосить, эту пель, вытирать, и сами, сами крепления, вижу здесь, динамики, заметим, очень большие, так, что же, вдруг, по идее, должен быть, очень, более-менее, неплохой, так, сейчас будем разбираться, с этим креплением, снимать плату, я не буду, так как оно, в принципе, снималось, ну, как снималось, ну, просто почистим, это все дело, вот, здесь пыли, немного, по самому, про, как-то все, папелесоси, зарокрасиво, я попробую, на суперклей, приклеить, сами эти крепления, возможно, что-то нам даст, какой-то эффект, и при этом, будет, немного держаться, эта матрица, болтается, приличная, сам корпус уже болтается, из-за того, что здесь нас, выломали, вот это, вот это, самое хайбро, может, из-за этого, еще охлаждения было, мало, как-то, у него все длилится, и все, он не болтает, да, беда, короче, беда, нехорошо, что здесь у нас заклеена, это вся плата, чтобы, дай бог, не залили чем-то, каким-то, типа, супер, как он был у меня в обзоре, ну, тут, конечно, так отломалось это крепление, я даже не знаю, как это сделать, или какая-то анексика, как можно это сделать. Хорошо, сейчас этот пылесосик, менять термопасту не буду, так как уже она была, в принципе, заменена, в данном ноутбуке, и уже заменены ее охлаждения, на более мощные, более мощную версию ноутбука, которая использовалась, и при этом охлаждение, в принципе, на градусе 20 уже упало, а то простое, ничего не делая, даже батареи, на стандартном охлаждении, уже за и пятым, у нас была температура, примерно, где-то 80-85 градусов, я молчу вообще, под нагрузку, сейчас у нас результат, где-то, нагрузка, где-то до 80, и процессе, когда мы выбираем нагрузку, падает, где-то на 10-15 градусов, все, сейчас почистим, попробую заклеить, собрать, запустить, данный ноутбук, как у нас, что и будет дальше, и работать, и так, собрал я, данный ноутбук, немного там проклеил, запустил, 4К ролик, показывает вообще, супер Ову, для HD, матрицы, цвета, довольно-таки, качественные, есть немного, по тормаживанию, картинки, но, это все-таки, 4К, еще, через Wi-Fi работает, возьмем, Full HD, вот он, такой, звук, отличный, звук, у меня, динамики, динамики, конечно, на высоте, данного звука, вот, 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 Субтитры делал DimaTorzok Есть выцветания по краям Но в принципе неплохо показывает Довольно хорошо И если немного нагрев Но хоть уже воздух горячий выбрасывает Ничего так в принципе I5 довольно хорошо Результаты 74 градуса 70 Что сделать Какая температура Куда деваться Ноутбук Немного уже пошарпанный Проблемы уже обломаны Крепление на петли Ну я там трошки Примудрился Делал такие проставочки Немного чтоб Воздух снизу забрал Самого ноутбука Так Что тут интересно Мы посмотрим Какая информация суммарная И данный ноутбук I5 2450M 2.9 частота Это в турбо режиме работает Это 2.5 2 ядра 4 потока Выходит 4 ядра 1 планка 4 гигабайта Париативный памятник Поставить еще бы Одну планочку То было бы Еще бы разводительно Выше ноутбука Встроена HD 3000 графика Дискретная графика У нас 630 Здесь вот видно Диод светится Это означает Что у нас графика Режим работы Ноутбука Nvidia Optimus То есть Простой у нас работает Сама Встроена графика Когда только Мы запускаем Приложение Начинают Работать То есть Игровые приложения Либо там Настроить какое-то Приложение Можно правой кнопочкой Когда мы запускаем Вот Есть Такая фишка Запустить Графический адаптер Высокопроизводительный Процессор Nvidia Интегрированный В графическое Ядро По умолчанию То есть Можно выбирать Такого ядра То есть Видеокарты Запускать Данную программу Так Realtek AOC 272 Уже более такой Улучшенный Кодек Аудио Матрица Samsung Я говорил LTN 156 AT24 LF 0.1 15.6 YUMU LED Toshiba Winchester 500 5400 DVD Matushita DVD RAM UJ8 B1 Wi-Fi Intel Centrino RLSN 1000 Сетевая карта Реал TPCI Express Батарея Lenovo Я уже говорил Z570 13% Батарея Отличный результат За сколько лет Тут Кстати Есть Утилитка Про Которую я вам рассказывал Вот здесь Energy Management Есть Режимы Выбирайте Забалансированные Экономия Максимальное время Работы Аккумулятора Либо Оптимизировать Устояние Аккумулятора То есть Оно Не будет полностью Заряжать Не будет полностью Его Разряжать То есть Рядом Будет Уберечь Саму батарейку Вот Есть Такая Фишка Удаление Пелы Выполняется Если там вдруг Вентилятор у вас запилится То он запустит Механизм Быстрого Ведого Воздуха Либо Не знаю Возможно Он крутит Обратно Вентилятор Для того чтобы Там Это Пыль Не знаю Через что Через эти мелкие щели Можно Удалить Интеллектуальные Энергосбережения Жесткого диска Тоже Такая Вот Полезная Утилита Для Короче Самого Ноутбука Даже Вот Жесткого Диска Можем запустить Режим Полная Зарядка Полная Разрядка Процесса Где-то Два Часа Уже В принципе Нету Времени Запускать Разряд Заряжет И при этом Аккумулятор Еще Придлит Срок службы Так I5 2450 Я уже говорил Санди Беридж Второе поколение 4.2 SSE AVX 3 мебайта Кэша Второго уровня 35 Ватт Два ядра Еще два потока Дополнительно Выходит Четыре ядра Отображение Графическое У нас Как я уже сказал Встроена графика Две с половиной Тысячи Две шестьсот Пикселей Дополняет А Интегрирована Где-то Примерно 8 на 4 Вроде Тысячи Шесть Такое Имеет 2 ябайта Встроенной памяти 128 бит И 11 директив с поддержкой И Что там еще Абдр Третья память Там Установлен Результат процессора И5 Вообще Отличный 20243 баллов Это ЦПУ Чтение Понятно У нас много Маленькое Будет Так как У нас используется 1333 Память указывается Даже не 1600 И При этом У нас сегодня В районе 10 тысяч Чтений 10 тысяч С копейками Записи Купирование До 10 тысяч И Задержка Памяти 76,2 Налосекунды Ну Остальные Результаты Я Один Надену Напишу Под Видео Так Что еще Тут Поинтересному Сами Тестировать Матрицу В принципе Дольшество Ноутбука Которую Я проверял Это Матрица Такая же Самая Одинакова Там стоит И Ничего особенного Не увидеть Глянцевая Матрица То есть Ночью Хорошо Днем Плохо Засвечит Зеркало Делает Я считаю Более-менее Нормальный Вид Матрицы Это у нас Полумат То есть Дает И днем И ночью Нормальный Результат Просмотр Так Вот такой У меня Диагностика Чистка Настройка Системы То есть Была проблема С перегревом Вроде как Решили Поменяли На более Производительный Кулер Произвел Чистку И Устроил Все И положено То есть Довел До ума Вот такие дела Все Всем спасибо За просмотр Ставим лайк Подписываемся На канал До новых встреч Будет еще Новые Техники Все Всем пока Всем пока Субтитры Субтитры